Пацаны, всем привет! На связи Юра Лассерда. Сегодня мы с вами разбираем историю одного из моих подписчиков. Там такая коротенькая история, вопросик. В принципе, я думаю, будет очень интересно. Но перед началом этого видоса хочу вам сообщить следующее. Что я решил провести на канале конкурс. Конкурс на косарик. Косарик на пиво и соки. Что нужно сделать? Нужно прислать мне свою историю. Историю, как ты познакомился с девушкой. Или как ты встречался с девушкой. Или как ты просто намутил девчонку на один раз. Там закрыл, так чисто переспали, разошлись. То есть, ну, такая вот история связана с девушками. И самая интересная история. Кто мне ее пришлет, я тому скидываю косарь в следующем видосе. Скидываю все пруфы того, что я реально перевел бабки. Того, что я не пиздобол. Потому что, ну, смысл мне вас наебывать. Вот, потому что мне реально нужны истории. Это интересно. Это, как бы, полезный контент. И для вас, и для новых каких-то, ребят, подписчиков. Да, поэтому, пацаны, в течение недели скидывай мне свои истории. В любом случае, даже если ты не выиграешь косарь, я все равно самую интересную историю разберу на своем канале. Вот, пацаны, так что буду ждать. А сейчас мы с вами переходим к самому видосу, к самой сути. Значит, мне вот написал парнишка. Переписку вставлю. Пишет он следующее. Юра, у меня такая проблема. Познакомился с девушкой в интернете. Общались около месяца. После чего я предложил встретиться. Сразу что могу сказать. Пацаны, не стоит дрочить месяц и месяц общаться с девушкой в интернете. То есть, самый оптимальный вариант. Познакомился. Пообщался там, я не знаю, полдня с ней, да, там по переписке. Можно даже не полдня, можно даже там, я не знаю, 10 минут. Потом сразу говоришь, что типа, так и так, давай лучше пообщаемся по телефону. Я больше люблю общение по телефону. Это веселее, интереснее. Ну, и как минимум быстрее, да. И уже, соответственно, по телефону закрываешь девушку на свидание. После того, как пообщался с ней по телефону. Я это говорил не раз во многих своих видосах. И, ребята, если у вас такой же дроч, такая же проблема, что вы месяц общаетесь с девушкой при переписке, этого лучше не делать. Ладно, едем дальше. Так, после чего я предложил встретиться. Опять же, встретиться можно предложить в первый день знакомства. Прямо уже после того, как ты пообщался по телефону. Уже сказал, но повторюсь. Вдруг кому-то непонятно. Значит, дальше. Она с радостью согласилась, и мы договорились с ней на выходных. Хорошо. В день встречи я написал ей еще утром, она не отвечала. Ну, скорее всего, чувак, если ты написал ей, ну, не то что утром, там не в 6 утра, а не в 7 утра, если она уже не спала и начала тебя игнорить с самого утра, скорее всего, она захотела просто слиться. Ну, это скорее всего. Сейчас, конечно, посмотрим, что будет дальше. Значит. Так, она не отвечала. Потом я написал еще несколько раз, но опять тишина. Ну, скорее всего, это слив. В принципе, я по опыту могу сказать, что если девушка заинтересованного встречи, она сама тебе напишет в день, в который вы с ней договорились, сама позвонит, даже если не напишет, да, или и то, и другое. То есть, в любом случае, как-то будет выходить на контакт. Это логично. Вот. Хотя я видел, что она была в онлайне. Ну, тем более, чувак. Скорее всего, тебя просто решили слить. Ну, я подумал, что может занята и все такое. Ну, да, занята и ебется с другим парнем. А тебя игнорит. В итоге. Так. К назначенному времени я уже собрался, но ответа от нее так и не было. Я думал поехать, несмотря ни на что. Ведь мы договорились. Стоп. Несмотря ни на что. Ведь мы договорились. Уже. А. Но потом подумал, а вдруг она просто не приедет и не поехал. Ну, на самом деле, чуваки, на будущее, у кого есть такая же ситуация, глупо, если девушка не отвечает вам в этот же день, в день, на который вы с ней договорились. Если она вас игнорит, глупо ехать навстречу, даже если вы договорились. Потому что 100%, даже не 99, а 100%, ее там не будет. И несмотря на то, что вы там договорились, не договорились, может быть такая ситуация, что вы договорились, ты собираешься, звонишь девушке, а у нее, например, выключен телефон, абонент, не абонент. Скорее всего, чувак, она не приедет. Я думаю, даже 100%. Вот поэтому, ну, это глупо, с твоей стороны, чувак, типа там, собираться ехать к девушке, которая от тебя сливается, это глупо и, ну, в принципе, правильно сделать, что не поехал. Значит, дальше что там. Через два часа после того, как мы должны были встретиться, она все-таки ответила мне, что у нее там что-то случилось и надо было подруге помочь. Ну, блядь, она просто от тебя слилась. Это классический слив, ничего удивительного. Так, я такой, ну, ок, и на этом общение закончилось. Я посмотрел твои видео и даже не знаю, что мне теперь делать. Чувак, вот ты смотрел видео и не знаешь, что делать, серьезно. Ну, блядь, я же в каждом видосе говорю, если тебя девушка игнорит, если тебе девушка динамит, если от тебя девушка сливается, забиваешь на нее хуй и идешь к нормальной другой следующей девушке, которая не будет себе позволять так себя вести. Все просто, все логично. Как ты смотрел, не знаю, но я тебе тут скажу то же самое, вот честно. Так, писать ей что-то еще или забить на нее? Ну, вообще, чувак, я тебе так скажу, что ты можешь, конечно, ей написать, ну, опять же, да, то есть действовать ва-банк. То есть ты ей пишешь как-нибудь там, я не знаю, в субботу, в пятницу вечером, когда выходной день, ты пишешь, типа, приветик, там, какие планы на вечер, может быть, пересечемся, попьем винишко вместе, да. Или там, я могу тебе вызвать тачку, подъезжай, посиди у меня, попьем винишко вместе, пообщаемся. Но, скорее всего, чувак, если она даже слилась от тебя даже просто где-то погулять, вряд ли она приедет к тебе на хату. Попробовать можно, рискнуть, скажем так. Если она сливается, опять же, тогда нахуй ее слать и уже идти знакомиться к другим девушкам. Но забивать не хочется, потому что она мне очень понравилась, помоги, пожалуйста. Чувак, ты с самого начала, скорее всего, все запорол, потому что целый месяц ты просто с девчонкой общался по переписке, я не знаю, где вы там, ВКонтакте, в Инсте, я так понял, не написано. Но, тем не менее, да, то есть ты целый месяц продрочил, и, скорее всего, девушка такая, типа, ну, думает, ебать, чувак, дрочер, блядь, он целый месяц мнет сиси, мнет писи, блядь, и не может меня куда-то позвать, куда-то пригласить. Скорее всего, именно поэтому она и сливается. Тем более, если она с тобой вначале нормально общалась, то, ну, это самый высоковероятный вариант, скажем так. Так, помоги, пожалуйста, обязательно закинуть себе донат на следующем стриме. Ну, значит, чувак, чем я тебе могу помочь? Я тебе уже сказал, забивай на эту девчонку, если она уже второй раз, вот ты ее сейчас позовешь, если она опять сольется, тогда забивай на нее хуй, знакомься с другими. Вот, касаемо доната, можешь не на стриме закинуть. Я думаю, что я оставлю ссылку в описании, кстати, не только ты, но и, в принципе, все, кто хочет как-то поддержать меня, поддержать мой канал, можете скидывать деньгу, мне будет приятно. Вот, потому что стримы, я не знаю, будут стримы, не будут стримы, но я думаю, что будут, но я не знаю когда, поэтому, чувак, ну, как бы, вот, ссылочку оставлю. Вот, ребята, такая коротенькая история, ничего удивительного, в принципе, все как и всегда, то есть, я, честно говоря, думал, что будет что-то поинтереснее. Вот, так мельком пробежался, ну, что уж поделать, вот так вот. Поэтому, ребята, давайте, чтобы было больше контента, чтобы было прям реально просто море всевозможных историй, участвуйте в конкурсе, просто скидывайте мне свою историю, я их все обязательно почитаю, самые, вот, реально, прям, самые топовые разберу на канале. Ну, а саму, скажем так, пиздатому чуваку, кто пришлет самую охуенную историю, я скину косарь, реально, пруфы там все потом предоставлю. Вот, пацаны, так что вот так вот, на этом, что ж, я с вами прощаюсь, на связи был Юра Лассерда, всех обнял, всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok